Эфир канал ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Региональный следком начал проверять информацию о пьяном пятилетнем мальчике, который попал в больницу с явным истощением и интоксикацией. В ряде СМИ сегодня рассказали историю из города Чулыма Новосибирской области. Ребенок, по некоторым данным, живет в неблагополучной семье, где есть еще младшая девочка. Отец с матерью злоупотребляют алкоголем, соседи пытались привлечь внимание к проблеме. В доме нет продуктов и дров, чтобы отапливать жилища, а взрослые систематически уходят в запой. Со слов местных жителей, бабушка хотела забрать детей еще до Нового года, но соцработники лишь зафиксировали антисанитарию и после обещаний родителей закодироваться вернули несовершеннолетних обратно. СК изучит все обстоятельства и в том числе работу представителей местных органов опеки и профилактики. Продолжаем программу. Дело о страшной находке в деревне Троиц Коченевского района раскрыто и расследовано. На днях материалы передадут в Новосибирский областной суд. Прошлым летом местные жители наткнулись в лесу на скелетированный труп женщины. Эксперты определили, погибшая пролежала там около года. Сотрудники СК начали искать вероятного убийцу и выяснили чудовищные подробности. Оказалось, потерпевшая продавала свой автомобиль через интернет. Деньги получила, но покупатель машины так и не дождался. По версии следствия, мужчина, чтобы вернуть свои средства, вызвал хозяйку на разговор. Фигурант по делу, испытывая личные неприязненные отношения, взяв в салоне транспортного средства нож, нанес более 80 ранений в область жизненно важных органов потерпевшей, после чего скрылся с места преступления. От полученных повреждений 44-летняя потерпевшая скончалась. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнес не пошел. В Балатинском районе области в суд направили уголовное дело начинающего наркокурьера. Драгдилер попался с поличным сразу после того, как забрал из тайника и перевез в безопасное, на его взгляд, место партию товара. Обвинили фигуранта в покушении на сбыт запрещенных веществ. Свой преступный умысел он не успел довести до конца, был задержан. 22 грамма героина мужчина расфасовал на разовые дозы для удобной розничной продажи. Заместитель прокурора Балатинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, пункта Г, части 4, статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело направлено в Болотнинский районный суд для рассмотрения по существу. И самая обсуждаемая тема этого дня пришла из сибирского городка Нижневартовска. Там местный житель, перебрав с алкоголем и транквилизаторами, взял заложники трехлетнего сына и открыл пальбу с балкона по прохожим. Девятиэтажку тут же отцепили правоохранители, а на крышу соседней высотки поднялся снайпер, готовый в любой момент ликвидировать стрелка. Требования неадекватного мужчины были более чем странные. Он хотел лично поговорить с главой СКР Бастрыкиным и чтобы нескольких человек казнили на местной центральной площади. Обошлось без жертв, злоумышленника скрутили во время переговоров. Мальчик не пострадал, переполох устроил чиновник Владимир Широков, которого неделю назад уволили из мэрии. СК показал кадры спасения ребенка. Злоключения другого Сибиряка также попали в сводку преступлений и происшествий. Наши коллеги, журналисты специализированной программы Опер ТВ, рассказали о задержании очередного афериста, обчищавшего пенсионеров. Работал он курьером у телефонных мошенников, которые от имени родственников звонили старикам и под надуманным предлогом выманивали последние сбережения. Камера, наручники и ответы на вопросы следователям. Это закономерный финал карьеры курьеров, которые забирают деньги у обманутых пенсионеров. Беловские полицейские задержали мошенника, подозреваемого в серии хищений денег у пожилых людей. Подельники его уверяли, работа не пыльная, еще и с командировками по Кузбассу. Нужно только брать деньги и переводить их на указанные счета. С первого так называемого заказа стало понятно, доход высокий, но незаконный. На первом заказе 180 тысяч, на втором 290 тысяч у дедушки, на третьем 205 у бабушки. Сколько вы оставляли себе? 10% каждого заказа. В общей сложности у пожилых беловчан курьер похитил около 700 тысяч рублей. Тот самый 80-летний пенсионер отдал все сбережения. По телефону ему сказали, дочь совершила ДТП и нужно ей помочь. Как откупиться деньгами? Волнение и напряжение, в котором аферисты одержали мужчину, не дали ему адекватно оценить ситуацию. Тяжело мне. Ничего я не соображал. Все я знал. Сотрудники полиции установили, что способ криминального заработка задержанный нашел в мессенджере. Прошел так называемую верификацию. Нужно было сделать селфи с паспортом. И вот он уже в должности гастарбайтер по Кузбассу. И в одном шаге до процедур опознания в отделе полиции. Не знал всей серьезности этого. Три уголовных дела за мошенничество дадут гастарбайтеру по Кузбассу осознать всю серьезность произошедшего. А за грозящие шесть лет лишения свободы еще и появится время понять. Легкий заработок всегда сопряжен с тяжкими последствиями. Сейчас аферисту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. И у него уже появились нужные слова для обманутых стариков. Я не специально это сделал. И очень сильно сожалею об этом. Новосибирске отдают под суд 34-летнего жителя Алтайского края, которого обвинили в совершении целой серии преступлений, предусмотренных статьями мошенничества, кража, грабеж и разбой. Оторвался в нашем городе гастролер на полную катушку в его многотомном уголовном деле 18 эпизодов. А ведь гостил он в регионе всего лишь месяц. В основном обманом забирал мобильные телефоны у взрослых и детей, а потом через установленное мобильное приложение переводил себе деньги потерпевших. Кроме того, он напал на женщину в подъезде и залез в чужое жилище через окно, чтобы вынести ценные вещи. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрит Калининский районный суд. А сейчас, внимание, розыск отоварился за чужой счет. Вот и так несколько раз оперативники Кировского отдела полиции Новосибирска пытаются выйти на след подозреваемого в краже. Злоумышленник нашел утерянную банковскую карту и рассчитался ей в продуктовых магазинах. Со счета потерпевшего пропали 7 тысяч рублей. А предполагаемому преступнику теперь грозит уголовная ответственность. Кстати, о том, чем находка отличается от кражи, доходчиво объяснили в прокуратуре региона. Активное поведение лица, нашедшего вещь, например, заявление о находке, поиск ее собственника, исключает уголовную ответственность за ее хищение и служит законодательно конкретизированным критерием для разграничения правомерного и противоправного деяния. А далее уже о настоящей краже, за которую в случае поимки фигуранта ему придется ответить по закону. Посетитель бара на улице Петухова, похоже, решил сделать себе подарок в День защитника Отечества. 23 февраля он прихватил мобильный телефон, который хозяйка ненадолго оставила на столе. Если узнали предполагаемого воришку, позвоните в полицию по телефону, указанному внизу экрана. И последнее. В трико и босиком оказались на улице. Стоим взгорел дом известного новосибирского фермера. Его семья чудом не пострадала. Инцидент произошел в селе Владимировка Тагучинского района области. Хозяин жилища Валерий Питков в тот момент отдыхал после рабочего дня. Дети делали уроки, жена уехала в город. Опасность погорельцы заметили в последний момент. Пришлось выпрыгивать из окон, в чем были. Машину автолавку вынесли подальше, убрали в сторонку. Потихоньку, помаленьку отремонтируем. Ночевали у соседей. Конечно, вот здесь вот и был источник огня. Скорее всего, этот холодильник, морозильник. И все пошло. Фермер поблагодарил местных жителей, которые всем селом ему помогают. Он надеется быстро восстановить жилище. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова